Надо менять в принципе систему во всех вот этих узлах, о которых вы говорите. То есть с одной стороны должна быть и повышение ответственности водителя, с другой стороны надо и в миграционном законодательстве покопаться и направлять в Россию людей, подготовленных не только формально, но и в плане и русского языка, и в плане то историческом даже, если хотите, так как это было в Советском Союзе, когда миграционная машина по-другому работала, или в царской России. Ну и в целом надо просто, государство, оно все разболтано и не очень эффективно выполняет свои функции. Не случайно, многие вопросы, даже та же коррупция, это и есть элемент плохого выполнения функций государства. Это означает, что надо менять принципы. Эти принципы конституционного характера. Возвращать право на идеологию, которую конституция почему-то запрещает, а без нее вы не можете государственный аппарат выстроить, мотивировать на нормальную работу, потому что остается только деньги и ничего другого, а должна уже быть еще определенная идеология государственных служащих. И в целом, я бы так сказал, мы живем не в своем государстве, то есть не в том государстве, которое комфортно, хорошо, эффективно выполняет свои обязанности во всех местах, а это проявляется на всем. И ответ, если укропненный, я бы сказал, укреплять суверенитет. Будет крепкий суверенитет, будут правила нормальные, не дурацкие, как у нас часто, а нормальные правила. А будут нормальные правила, будем хорошо жить, как и наши предки.